Мы сегодня пригласили к нам заместителя главного редактора журнала «Вопросы философии» Бориса Исаевича Пружинина, профессора, доктора философских наук, с тем, чтобы задать ему вот такой вот вопрос. Мне он кажется очень актуальным на самом деле. Философия – это наука или нет? Я помню в своё время мы изучали, мы – это, значит, всякие инженеры, физики, химики, биологи, диалетический материализм, исторический материализм. Это назывались составные части философии. Сейчас вроде бы объект философии вырос неизмеримо. Это вообще философия? Это наука или не наука? Ну, попробую ответить сразу. Да нет, если строго употреблять понятие науки, то философия, конечно, не наука. Это философия. Между прочим, с науками дело тоже примерно так же обстоит. Когда у физиков спрашивают, что такое физика, они в конце концов отвечают. Это то, чем занимаются физики. А биологи – то, чем занимаются биологи. И философия – это то, чем занимаются философы. Но если всерьёз вот так вникнуть в этот вопрос, он действительно волнует многих. Волнует, потому что философия на самом деле нужна. Я бы расширил рамки вопроса. Я бы попытался ответить на него в контексте более широкого вопроса. Кому и зачем нужна философия? Борис Александрович, а вот вообще наука-то – это что такое? Вот та, которая физика, химия, биология? Я бы сейчас не стал углубляться в этот сложный вопрос, да, поскольку это мои профессиональные интересы. Для меня это всё просто. Вот есть некий объект, там у биологии всякие там, значит, букашечки, у физики там всякие грузовые разряды, там, пимизон, альфа-частицы. И вот они их изучают, какие-то измышляют теории, формулы строят, проверяют их на практике, да, что очень важно. Я всегда вбили мне в голову практика критерий истины, да. Вот сказал, что упадёт там камень, брошенный под углом горизонта в 10 метрах, ну, он и должен там упасть с какой-то точностью, если я предсказал. Ну, в этом смысле у философии тоже есть объект, хотя термин «объект» здесь не очень уместен. Так. Философия изучает человека, то, что есть человек. Да, давайте я начну сначала и попытаюсь ввести вот в эту, в сферу этих понятий философии, понятия, которые необходимы, что ли, чтобы понять, чем мы занимаемся. Философия, она пытается ответить на один вопрос, простой вопрос, который возникает во всех философских системах. В чём смысл жизни человеческой? Это попытка ответить на вопрос, откуда мы пришли. Меня, кстати, никто не спрашивал, хочу я в этот мир, хочу я здесь быть или не хочу. Что мы здесь делаем, какой смысл нашего существования в этом мире, и куда мы уходим? Совсем уходим. Мы смертны, мы это знаем. И что означает наше пребывание здесь? Зачем мы здесь? Вот на этот вопрос пытается ответить философия. Почему она вообще на этот вопрос пытается ответить? И вот здесь как раз лежит строгая грань между науками, изучающими даже живое, и философией. А дело заключается в том, что человек – это единственное живое существо, генетическая программа, поведение которого не завершена, она открыта. Поведение человека не задано. Вот мы с вами можем по поводу зайца сколько угодно иронизировать. Он трусливый. Да нет, он не трусливый, он так себя ведет. И волк – хищник, он так себя ведет, и зайц ему нужен для того, чтобы питаться. И зайц убегает от волка. Все понятно, и волк на нем охотится. Здесь претензий нет. А вот человек, он может быть и зайцем, и волком, бегемотом, крокодилом. И очень редко человек бывает человеком. Очень редко. Это случается крайне редко. А что значит быть человеком? Дело в том, что люди правила своего поведения, в отличие от животных, придумывают сами. Они их сами устанавливают. Устанавливают правила общежития, чтобы жить вместе. И эти правила люди придумали, им следует. Но если они их придумали, они их могут менять? Вот философия как раз и пытается понять, какие правила необходимы человеку. Какие условия поведения человека в этом мире. Когда он ведет себя по-человечески. Вот эти требования для него и для философии являются главным предметом. Я еще одно хочу сделать замечание на этот счет. Не только философия отвечает на вопрос, что есть человек. Не только. На этот вопрос возник сразу, еще до возникновения всяких философий. Еще в эпоху мифов. И миф вполне успешно справлялся с этой задачей. Он объяснял, что есть человек, жителю племени. И мифологический, как их называет человек, он знал хорошо, что если мы вместе выполняем какой-то ритуал, вот мы и люди и есть. А вот те, кто за бугром бегают, но у них повозочки, раскраски немножко по-другому расположены, и ритуалы у них другие, и танцы у них другие, то это на людей может и похоже, но при случаях можно даже и съесть. И на них охотиться можно. И надо вам сказать, что мифологического в нас очень много. На этот вопрос отвечает и религия. И отвечает тоже очень внятно, во всяком случае, вот в ставших, настоящих, больших конфессиях. Есть священный текст. В тексте сказано, как вести себя человеку. Человек создан по образу и подобию Божьему, он должен уподобляться поведению Христа и заветам. Читайте, и вот они, нормы поведения. Они установлены раз и навсегда. Они даны, эти нормы. Философия, вот в отличие от этих двух типов самоидентификации человека, она критически оценивает нормы поведения, она оценивает эти нормы поведения и рассуждает на тему, как бы их можно было изменить. В этом смысле философия, тут я отвечаю на свой собственный вопрос, нужна только в динамичных обществах, в устойчивых ее нет. Вот, например, в Индии древней, в периоды потрясения, там возникали философские системы. Потом все становилось на свои места, устанавливалось кастовое общество, и отпадала нужна философия. И нужны там, где некоторая нестабильность. Вот у греков, а греки на самом деле древние, это своеобразная мутация культуры. У них установилось динамичное общество, и там возникло философии, существует до сих пор. В культуре, основанной вот на Греции, в динамичной культуре, в европейской. И она нужна динамичным личностям, далеко не всем. И я, между прочим, когда студентам начинаю читать лекции, я говорю, в философии есть некий запас знаний, для того, чтобы культурный человек не путал Гегеля с Гоголем, и это он должен знать и сдать. А вот сама техника философствования, вот попытка на себя посмотреть со стороны, это называется рефлексия, понять, чем это я руководствуюсь, понять, что вот то, что я сейчас, скажем, вижу, это действительно соответствует реальности, это знание, я знаю, где я нахожусь. В отличие от того, что я воображаю, и различить эти вещи в себе, вот эта техника философствования нам далеко не всем нужна. — Борис Иванович, вот пока вы рассказали, у меня накопилось несколько вопросов. Можно, да? Ну, вот, во-первых, вот вы сказали, что вопрос, который перед собой ставят, кто мы, откуда, куда идем, да? Вот когда какая-нибудь наука ставит перед собой вопрос, например, сколько лапок у мухи, да? Ловят муху, берут лупу и считают лапки. Все просто. А вот тут кого поймать? Это раз. А во-вторых, ну, простите, когда любую науку взять, ну, там, значит, как она развивается? Сначала какие-то азы появляются, да? Вот, значит, понятие лапы у мухи, да? Или там плотность воды, да? Вот сколько там один литр воды весит, значит, килограммов или граммов. А потом, глядя, что это вырастает до каких-то невиданных высот. Вот эта элементарная физика, что в шестом классе раньше проходили, она, кажется, уж совсем тривиально простой, такой бытовой. А в философии тоже бывает какой-то такой простой и бытовой, да? А на базе этой бытовой философии что-то еще дальше, так сказать, возводится? Или все так вот на уровне фундамента остается? Ведь каждый философ, что ни возьми, вот так вот, ну, про которых я читал в книжках, он что-то такое новое создает, все прежнее перечеркивает, и все. Но это не совсем так. Чем, собственно, в этом отношении философия настоящая отличается от религии настоящей? Не совсем так. Во-первых, отличается от религии критичностью. Во-вторых, направленностью критичности. Вы меня спросили, на что направлено философское исследование? На что? На себя, на я. Вот когда я начинаю размышлять о себе, когда моя мысль обращается на мои собственные мысли, я начинаю себя фиксировать в этой позиции, вот тогда начинается философия. Я поясню. Вот если сейчас зрители, предположим, увлеченно смотрят эту передачу и слежат за ходом нашей с вами дискуссии, то в этот момент вопрос мой, где вы находитесь, где ваше «я», для них будет неожиданной. Увлекательное зрелище растворяет меня полностью. Я теряю свое «я», я целиком в этом зрелище. Если я начинаю себя контролировать, я что-то делаю, я контролирую свои действия, соотношусь с нормами, это уже кто контролирует, кто делает и кто контролирует. Над моим «я» надстраивается некий наблюдатель и начинает наблюдать за мной. Вот он смотрит, что я делаю. Теперь философия – это попытка самые основания моего наблюдения за собой выявить. То есть попытка понять, что я вообще делаю. Знаете, я позволю себе рассказать такой забавный анекдот, демонстрирующий. Вот если исполнителю-работнику дают молоток и гвоздь, говорят, вбей гвоздь в эту стенку и показывают, куда. Он подходит и просто вбивает. Если это инженер, интеллигент, скажем так, он подходит к стенке, берет гвоздь, берет молоток, потом говорит, а я бы вам советовал сбить этот гвоздь пониже, повыше, левее, правее. Для чего этот гвоздь нужен? Хотите пальто вешать? Давайте пониже. Если подходит философ, он берет молоток, берет гвоздь, потом задумывается. Вообще этот гвоздь, он от этой стенки? Зачем он здесь нужен в этой стенке? Нужен ли он здесь? И вообще нужно ли это делать, то, что я делаю? Ну, возникает эффект сороконожки. И я предупреждаю тех, кто успешно делает карьеру, я читал вот в этом году экономистом, и мыслит себя, так сказать, делающим эту карьеру и усваивающим здесь сумму знаний необходимых для того, чтобы он успешно составлял бухгалтерский отчет и планировал экономическую деятельность, им философия может быть даже опасна. Она нужна только тем, кто хочет что-то изменить вообще в этом мире. Поменять что-то, чтобы понять, что он меняет, чтобы отличить добро от зла. Эта проблема-то возникает только тогда, когда я что-то меняю. А если я действую по канону, то для меня не вопрос, для чего я гвоздь-то вбиваю. Может быть, для виселицы. Борис Александрович, а вот, между прочим, возникает такая вот, вот эта история с гвоздем, ну, эти двое, там, простой человек с молотком и сложный человек с молотком-инженер, они что-то так вот в битие молотком... А вот тут стал рассуждать, от этой листенки гвоздь. Мне это напомнило, помните, вот, какая дверь прилагательная, какая существительная, да? Вот та, что в чулане с петель сорвали, это существительная. А вот такая вот, сел, пофилософствовал, а тут пришел, кто там, кредитор, испортил все настроение. Так после сытного обеда сесть и пофилософствовать. Вроде такое занятие, это, как бы сказать, ну, развлечение для души, получается, философия эта. Не совсем. Толк-то от него какой-нибудь есть, хоть кому-нибудь-то? Я возвращаюсь снова к этой теме. Есть не толк, если угодно, есть вред. Так. Первый настоящий, вот, полноценный философ Сократ был приговорен за свою философскую деятельность. Выпил яд цикуту. Выпил, потому что его обвинили в том, что он разлагает молодежь своим вопросами. Но действительно, вместо того, чтобы воевать, он начинал задавать вопрос, а против кого же мы же, у нас же у всех, он говорил, общая душа. Так, как же так? Вот я кого-то убиваю, я же себя убиваю, но это блокирует деятельность. Но вот эта общая душа, это явно некий такой смелый гипотеза, совершенно никак не подтверждающаяся на практике, скажем так. Смелый гипотеза. Теперь объясню, зачем она нужна. Если общество стабильное и не меняется, проблем не возникает. Если общество динамичное, то тогда возникает. В стабильном обществе, когда тысячелетиями повторяются одни и те же действия... Древний Египет, да? Ну, Древний Египет. Не возникает вопроса о том, что есть добро, что есть зло. Есть традиция, научат, объяснят, расскажут. И вы движетесь в этой традиции. И вашей проблемы, вашего я, как я, не возникает. А динамичное общество это какое такое? А динамичное, скажем, европейское общество. Вот раз и излом какой-то очередной, раз очередной поворот. Мы сегодня живем в эпоху, которая даже собственного имени не имеет. Называется постмодель. Строго говоря, бессмыслица. Как это? Послесовременность. Модерн – это современность. А мы даже имени своего это время не иметь. Но какое-то переходное время. Я начинал учиться, я писал в линейках в три строчки, и я писал перьевой ручкой со вставочкой. А сейчас я не помню, когда я ручку-то в руки брал, компьютер у меня, я печатаю. Это же колоссальные изменения. Читаю я сейчас много текстов на компьютере, не книга. Это изменения. А когда-то было колоссальное потрясение для европейской культуры, когда Гутенберг начал книгопечатание. Это изменения, которые происходят постоянно. А есть общество, где ничего не менялось тысячу лет. Ну, так простите, вот эти все изменения, про которые вы сейчас рассказали, это же детище других наук. И получается, что философия в этом плане не, так сказать, матерь всех наук, а нечто вторичное. То, что возникает, когда какие-то резкие изменения происходят. Я вам объясню, почему она матерью считается. Она действительно мать, но сама-то она ребенком не является. Она создала условия. Философия, это первое, когда была первая попытка обратиться мысли на самую себя, вот в этот момент мысль стала фиксировать условия рационального рассуждения. Условия рационального рассуждения. Да, когда мы логично рассуждаем, когда мы можем говорить о знании, когда мы можем знания отличить от мнения. Но за философией это, по-моему, сплошные мнения. Нет, не много. Вот Сократа было мнение, что у всех общая душа. Вот развлечение знания и мнения, данное Платоном определение, оно как две тысячи лет существовало, так и существует. А это мнение, истинное мнение о чем-то, обоснованное, с обоснованием. А обоснование это обязательно выраженное в языке какое-то рассуждение. То есть это тогда, когда мое мнение отражается в речевом потоке, как в ручье отражается мое изображение. Это не так просто, как кажется. Вот я знаю. Сейчас все говорят, я знаю. А знание, между прочим, это греческое изобретение. Вот с ведущими были египтяне, они много чего ведали. Но у них не было науки. Науки-то, строго говоря, не было. Наука это греческое изобретение. Опять же, если понятие науки не плывет. Опять же, если мы не говорим, что есть наука побеждать, скажем. Когда нет понятия границ. А строго говоря, наука это физика, химия, математика. То есть то, что описывает окружающий мир. То, что не просто описывает. То, что объясняет. Потому что художник тоже описывает окружающий мир. Наука это жесткое, рациональное. Отображение действительности. Но мы сейчас с вами уйдем. Но она что, сводит одни сущности к другим? Наука, да, конечно, она всегда редукционистская. То есть она вот объясняет, почему там падает камень. Это, говорит, вот закон притяжения. А почему гравитация? Химия сводится к физике, биологии, к химии. За это науку она далеко не все объясняет в этом мире. Она не все позволяет понять. И в частности, она не позволяет понять мое я. Зачем? А вот зачем? Вот зачем, это как раз вопрос к культуре. В европейской культуре это нужно. Я хочу понять этот мир, себя в этом мире. Для того, чтобы понять, а правильно ли я себя веду. А по-человечески ли я себя поступаю всегда. А если вот эти нормы, принятые в обществе, они негуманные, они нечеловеческие. Если пленного убивать или превращать в раба. Вот, скажем, наше общество отказалось от рабства. А греческое было построено на рабстве. Они рассуждали, вот вы сказали об обеде. Философия это избыточный продукт. Это не необходимый. Но это та необходимость, которая придает обществу динамичность. Уберите философию, а тяга к этому всегда есть. И вы не успеете оглянуться, как исчезнет фундаментальная наука. Останется прикладная. А прикладная переродится очень быстро в простую технологию. И появятся следующие люди. А науки не будет в этом обществе. Это будет другая наука. То есть источником философии является вот что, как я понял. Вот человек что-то делает, забивает гвоздь, убивает соседа, ремонтирует дисплей. И он должен как бы, если он задумался, а вот зачем это вообще? Не просто потому, что за дисплей я сейчас заплатил, то у соседа я отниму дисплей. Или как это называется-то теперь? Монитор теперь это называется. Вот. Что-то такое вот, да? Не на таком вот уровне, а вот высоком. Вот я убью его и уменьшу количество зла на планете, потому что мой сосед это вообще изверг какой-то. Он не слушает меня, когда мимо меня проходит вот по улице. Это очень серьезную тему вы затронули сейчас. Оправдание зла, это тема для религии очень тяжелая, для философии это тоже проблема. Так ведь все об этом и человеческой жизни, это баланс зла и добра. Уменьшу я количество зла, или увеличу я количество зла, убивая соседа. Это очень большой, даже если это изверг рода человеческого. Это очень серьезный вопрос. И вопрос, который сегодня стоит. Вы знаете, здравый смысл во мне говорит, сегодня не время в России запрещать смертную казнь, а общие соображения говорят, ну это ведь не решение проблемы. Это зло умножает на самом деле, в конечном итоге умножает. И вот в этом споре, ну это вопрос, который возник к культуре, которая вдруг решила, что смертная казнь недопустима. Что отнять жизнь не дело человеческое. Но здесь есть рациональное объяснение. По крайней мере, заметная очевидная часть людей, осужденных к смерти, возможно, осуждены в результате судебной ошибки. А плюс к этому можно во зло кто-то может использовать. Такие времена были. Как только мы пускаемся здесь в рациональное рассуждение, так я вам могу привести тысячу аргументов против. Потому что на самом деле казнь существует не для казненного, на нем уже крест стоит. А для общества люди должны знать, что за некоторые виды поступков будет следовать самое суровое наказание. Они себя ставят вне рода человеческого тем самым. Кстати, к вопросу о том, что есть человек. Этот вопрос возникает здесь. И люди на самом деле ведь никогда не ели людей. Ведь всегда какой-то ритуал необходим был. Я должен был вывести человека из рода человеческого, чтобы съесть его. Но кинобализм на этом стоит. Это не просто я соседа своего ем. Это не так. Это не всё-таки просто казнь. То же самое. Да, вот они не люди, они фашисты. Они не люди. А эти вот коммунисты вообще тоже плохие. И всё. И вот тогда возникает. Это вот мы с вами коснулись чуть-чуть вот этих самых философских тем. И это, кстати, всё оправдывало философия. Она же вот говорит, вы говорите, вот, а зачем так, а не надо ли изменить жизнь? И начинают менять жизнь. Придумывают фашизм, коммунизм, войну. Придумывается не потому, что её философы придумали. Ну, понятно, что да, за зло философы отвечать никто не хочет. Философы вот к такому изменению жизни имеют отношение косвенное. Мы тут сейчас с вами Маркса, закон с логеря начнём укорять. Не-не-не-не, ну нет. Шдитши тоже за фашизм. Это можно... Были обвинения Платона за то, что он первый фашист. Он построил идеальное общество. А, это вот от Лапар Атлантиды. Придумал, да, и от него все беды. Но это не так. Это рождается из самой жизни. Это на самом деле не так. И философы просто прорабатывают до предела те возможности, как бы... Они строят мысленный эксперимент. Вот что они делают на самом деле. Они пытаются понять, вот если мы уничтожим частную собственность, что будет? Если мы построим, всех поровну поделим, и всем поровну раздавать всё будет, как будет жить это общество? Но это всё-таки, я так понял, это не вопрос философии. Это вопрос науки, который называется экономика, политология, социология, демография. Это вот всё наше такое вот. Экономика на эти вопросы вообще не отвечает. Вообще не отвечает. Это другие. Ну, про прибавочные стоимости здорово придумано было. Ну, здорово придумано, конечно, да. Ну, и тоже баланс вести с кредитом-то тоже. Это теория как теория. Ничего здесь... Мы можем затронуть сейчас вопросы в отношении моем к марксизму, скажем, да? Да. Но это достаточно... Кстати говоря, как же мы про него-то забыли. Это же наша... Осталось у нас всего три минуты, но тем не менее, что мы про него забыли? Могу коротко сказать, это достаточно мощная экономическая теория, философская теория и социальная теория, которая, кстати, на Западе уважительно к ней относится, её преподают, её исследуют, её учитывают. Но, в отличие от Запада, мы попытались эту теорию реализовать в полной мере. Царство Божие построить на земле. Какую степень ответственности за это несёт Маркс? Ну, наверное, какую-то, да. Вот. Он к практическому действию обратил. Но это опыт, опыт человеческой культуры. Это может быть и негативный, но в науке отрицательный эксперимент дорого стоит. И этот опыт для нас важен. Мы не можем просто отмахиваться от марксизма. А потом в нём есть вещи, которые вечны и будут приниматься всегда. Например? Ну, например, та же самая идея социальной справедливости. И Запад её принял в значительной мере. Социал-демократия западная основывается на марксизме. Она его не отрицает. Она внесла коррективы. Они считают, что нельзя вот так обобществлять всё, но... То есть идея социальной справедливости. Там то национализирует, то... Где национализирует? Где национализирует? Это в зависимости от экономической ситуации. То государство берёт на себя образование, то спихивает в себя эту тяготу. Это подвижное. И марксизм внёс в свою интеллектуальную лепту. Не надо плевать в эту сторону. Потому что это плюнуть в прошлое. Вот есть поговорка известная. Выстрелишь прошлое из пистолета, будущее выстрелит тебя из пушки. Вот. Мы можем вполне заменить Маркса какой-нибудь другой иконой, не дай бог. А это уже религия снова будет. Это будет снова так же печально, как было. И вот для этого нужна философия. Надо критически относиться. Но трезво относиться надо. В общем, я понял так вот для себя, что философия – это такое вот состояние души, наверное, по большому счёту. Это не наука, а такое вот состояние души, готовность к чему-то, к какому-то переосмыслению постоянному. И плюс ещё интеллектуальная техника. И вот это необходимая традиция. Интеллектуальная техника – это что, наука, логика? Это значит, это логика, это рациональность. Философия, в отличие от религии, в отличие тем более от мифа, рациональна. Она уязвима поэтому, очень уязвима, потому что она сама себя подсекает. Но она философия. Да. Вот так. Не знаю, как я всё это объяснил, но… Ну, здорово. Как раз по-философски. Так что вот динамично, то есть до конца непонятно, и хочется ещё вот думать и думать и думать. Вот спасибо вам большое. Спасибо, что откликнулись на наш зов, как говорится. И публике нашей почтенной спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»